МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости дня узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Весна на Востоке. Почувствовали ли жители Донбасса объявленное перемирие? Срок за Шевченко. Что светит крымчанам, задержанным на митинге? Пентагон ищет кадры. Зачем морпехам из США носители славянских языков? Инспекторы-страшилы. Отольются ли римненским гаишникам детские слезы? В администрации президента сегодня, как и обещал накануне Петр Порошенко, заседал военный кабинет. Все проходило за закрытыми дверями. Как позже сказал министр иностранных дел Павел Климкин, обсуждали главную тему выполнения минских договоренностей. И констатировали, боевики по-прежнему не показывают представителям ОБСЕ процесс отвода оружия. Мы полностью отдаем минских договоренностей. Однако, этот процесс должен происходить под полным контролем ОБСЕ. Представники Донецкого и Луганского постійно не допускают представников мониторинговой миссии ОБСЕ до мониторинга процесса отвода. Таким чином, перетворючи значную частину этого процесса на профанацию. Также на сегодняшнем заседании решили созвать в ближайшие дни Совет нацбезопасности и обороны уже в полном составе. Самые последние новости с востока Украины узнаем от моих коллег, которые работают на передовой. Сейчас на связи с нами Ирина Баглай. И раздравствуй, ты сегодня находилась в районе Донецкого аэропорта, была и в Авдеевке. Какая там ситуация? Здравствуй, Леш. В районе Донинского аэропорта и Авдеевки не утихают артиллерия боевиков. Сам город был под минометным обстрелом и прошлой ночью, и сегодня ближе к вечеру. Огонь террористы открывают дважды и по позициям военных, и по жилым кварталам. К счастью, никто не пострадал. А вот в сторону Тоненького бойцы видели, как со стороны оккупированной Ясиноватой летели ракеты Града. И мы тоже сегодня слышали взрывы по всей линии обороны. Это идет бой на шахте. Штурмуют и воинскую часть, штурмуют, пытаются штурмовать и пески, и постреливают по опытному. Грады сегодня были. Сейчас это уже, наверное, какой-то миномат. Ближайшая база боевиков в дачном поселке Спартак. И, как говорят местные жители, террористы накапливают там живую силу и технику. По словам жителей, которые последние покидали этот населенный пункт, заминированы улицы, дороги, посадки. Заминировано все. Как противопехотными, так и противотанковыми минами. Техника заходит в основном ночью. И вот на вот этом хоздворе накапливается. Это форт-пост, который держат украинские армейцы и добровольцы. Это хороший плацдарм для наступления на Донецк. И поэтому боевики всячески пытаются прорвать линию обороны, нарушая минские договоренности. И вот там для нас стало настоящим сюрпризом встретить россиянина, который уже месяц воюет против российских боевиков. Она достойна и должна она дойти до Красной площади. И она дойдет. И вот его истории... И вот его истории, истории людей, живущих на линии окня, предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Под звуки гимна Украины в Авдеевке просыпаются и ложатся спать. Традицию ввели бойцы правого сектора. Все они местные, но есть и россиянин. Пешком два месяца шел от Байкала защищать Украинку. Так он нежно называет нашу страну. Хоть она и не моя страна, но люди на правильном пути, украинский народ, на правильном пути, и они правильно делают, что так поступают. С первого дня перемирия и до сих пор Авдеевка под огнем. Когда это все докончится? Со всех сторон стреляют. С этой точки видно. Стреляют из Ясиноватой Донецка Спартака. Там позиции боевиков. И как подтверждение звуки залпов и разрывов. Вот получается направление это Ясиноватой. Вот, пожалуйста, доказательства. Прилет. Как это понять, что это оттуда? Ну, получается, вот видите, вот та часть, она более обваленная. Это, получается, баланка падала с этой стороны. Местные приглашают нас в разные уголки города. Хотят показать руины. Во что превратились их дома? А куда возвращаться, если вы видите, все побито? У меня батареи поразморожены дома. Ни квартир нет. А куда они будут проезжать? И отопления нет. И отопления нет. Свету только дали. Живем, как в первобытном веке, 21 век. Люди у космос летают. А мы под свечками. Последнюю неделю люди уже не прячутся в подвалах. Хотя двери на всякий случай в убежище держат открытыми. Теперь обстрелы чаще по ночам. А пока тихо, жители запасаются водой. Мы с лужей пили, с лужей пили. С лужей там набирали, пили, с лужей. Проблемы. Разбомбили все, конечно, проблемы с водой. Вот остались на ночь. Да, вы, наверное, сейчас встанете и посмотрите. Как они отвели войска, да? В отвод войск боевиков не верят и военные. На прицеле у них Авдейский коксохимический завод. Остановится он, замрет и промышленность в Мариуполе. Крупнейшие предприятия Украины. То есть нарушив вот эту структуру, это можно, ну, своего рода такое влияние, как на Украину. Они то ли вымагают деньги, может это новый способ такого вымогательства, такой рэкет. Вот на уровне теперь уже государственный рэкет со стороны Российской Федерации. Но завод продолжает работать и под обстрелами. А теперь стал еще и домом для рабочих и их семей. Авдеевка практически опустела. Но несмотря на разруху, люди пытаются навести порядок. Мы разве можно в таком свинарнике жить? Нас боятся мусор вывозить. Сюда сильно часто снаряды прилетают, поэтому боятся сюда ехать, не попасть бы под обстрел. А вы не боитесь? Нет. Почему? Не знаю, надоело бояться. Ирина Баглая, Гладлен 0, Василий Сачук, подробности, телеканал Интер. Сейчас на связи Эльвина Сеидбулаева. Она следила за ситуацией в поселке Широкино сегодня. Эля, здравствуй. Самая последняя информация у тебя какая? Бои еще идут или нет? Да, Леша, бои в Широкино закончились около двух часов назад. Последняя атака боевиков в поселке продолжалась более суток. Ночью наши бойцы отбили наступление. Однако с утра обстрелы возобновились. Ранены восемь наших бойцов. Противник использует все виды тяжелого орудия. Это и минометы, гранатометы и танки. Хотите, вам слышно, до сих пор вот стрельба идет до сих пор. А что вот это сейчас ударило? Это сейчас танк. С той стороны были, хорошо прилетали. Скорее всего, что миномет 120-й, потому что разрыв был очень хороший. Вот, восьмидесятка так не бьет. Боевики бьют и по жилым домам. Поселок почти весь в руинах. Таким образом террористы хотят отодвинуть наших бойцов с позиций. Противник не отводит технику, а наоборот накапливает силы, говорят военные. Каждый вечер заходят 5-6 единиц техники тяжелой грузовой с подвозом боеприпасов, с подвозом личного состава. И там направляется с направления Новоазовска, с направления Саханки. Ну, в самом Широкино там присутствует где-то пара танков. Сейчас БМП, БТРы, вот, и АГС и минометы. И сегодня мариупольцы попрощались с бойцом батальона Донбасса Владимиру Побединскому. С подзаным крот было 22 года. Люди стояли на коленях, держали в руках государственную символику и цветы. Собравшись, опочтили память погибшего минутой молчания. Он не хотел, чтобы сапоги врагов топтали его землю. Поэтому он пошел защищать. И даже символично можно сказать, что погиб он именно за свой город. Он прирожденный снайпер. И погиб, держа винтовку в руках. И два дня. Вот он не только стреляла, его уже не было, а она продолжала жить. В какой-то степени его жизни. Леша, вот такая ситуация сейчас в мариупольском направлении. Все понятно. Эльвина Сеид Булаева была с нами на прямой связи. Эля, спасибо тебе огромное за работу. И в зоне АТО работает еще один мой коллега, Венемин Трубачев. Сейчас мы пытаемся наладить с ним связь. Чуть позже обязательно будет его включение в нашем эфире. А пока о том, зачем американским морпехам требуются русские и украинцы. Обещают, кстати, достойную зарплату. Что же это за работа? И что нового в американском оружии для Украины? Подробнее обо всем Дмитрий Еловский. Он работает в Вашингтоне. Необычная вакансия взорвала интернет еще неделю назад. Тогда многие подумали, что это шутка. Ну, в самом деле, зачем морпехам из Америки носители славянских языков? Оказалось, что для учений, в ходе которых будут отрабатываться различные ситуации, которые, в принципе, могут случиться и в реальной жизни. Такой вакансией завела компания Glossier Technology Solutions, которая является подрядчиком Пентагона и многих американских спецслужб. Русские и украинцы с возрастом от 18 до 65 лет будут участвовать в групповых ролевых играх. Первый из которых состоится уже в конце этого месяца, скорее всего, в Калифорнии. Зарплата тоже, ну, весьма достойная. Более 15 долларов в час, а в случае переработки и сверхурочные еще 4 доллара в час. Видимо, будет посоздан и ландшафт, ну и такой рельеф русских и украинских городов и сел. По крайней мере, в Арпехе активно участвуют в тренировках, для которых специально строят арабские кварталы и завозят туда арабоговорящих людей. Кроме того, недавно Пентагон заявил, что с октября прошлого года в американскую армию были набраны около 100 новобранцев, которые говорят по-украински. Так что во время сотрудничества языковых проблем уж точно не будет. А вот что касается непосредственно оружия для Киева, то тут, похоже, американские власти решили как-то дать задний ход. Составлять вооружение Украине Вашингтон не хочет. Ну, пока не хочет. Со слов посла Германии в Америке, Обаму отговорила канцлер Германии Ангела Меркель, которая была здесь с визитом в прошлом месяце. В Европе многие сомневаются в сообразности военной помощи, и вот теперь, судя по всему, говорили Америку. Впрочем, любой факт эскавации конфликта может поменять мнение на этот счет. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Россия снова может стать самой большой угрозой для безопасности Великобритании. Такое резкое заявление сделал сегодня главный дипломат Британии Филипп Хэммонд. По словам министра иностранных дел, незаконная аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины при помощи российских военных, показывают, Россия подрывает систему безопасности Европы. И вот, кстати, Хэммонд тоже заявил о наборе русскоговорящих. Важной частью нашей разведки в обозримом будущем будет сбор информации о возможностях и намерениях России. И это не совпадение, что все наши агентства снова набирают на работу русскоговорящих. И вот нам удалось наладить связь с моим коллегой Вениамином Трубачевым. Он сегодня был в Луганской области. Веня, здравствуй. Где конкретно тебе удалось побывать и что удалось узнать? Да, Алексей. В Луганской области боевики из артиллерии обстреляли позиции украинских войск в районе Троицкого. И из стрелкового оружия террористы вели огонь по украинским подразделениям, расположенным в районе населенных пунктов Крымское и Сокольники. Также периодически обстреливаются блокпост в районе Бахмутской трассы. Ну вот в целом в Луганской области интенсивных обстрелов сегодня не было. Только изредка были слышны одиночные взрывы и пулеметные очереди. Также стоит отметить, что на Бахмутской трассе участились полеты беспилотников. Они летают довольно высоко и сбить их из стрелкового оружия практически невозможно. Также военные говорят, что активизировались и диверсионно-разведывательные группы боевиков. 1,5-2 километра. Вот на село, знаете, километр, может меньше, там кто-то находится. Как вы на заразе боевы стреляете? Ну так, по-разному. Сосеряки бывают. Чертва стреляла по нас. Сегодня тут это несколько из пострела. Военные не открывают огонь в ответ, стреляют только если есть прямая угроза жизни. Также в районе Бахмутской трассы армейцы, согласно мирным соглашениям, отвели тяжелое вооружение. А вот боевики, по данным украинской разведки, разведки не торопятся убирать с передовой минометы, пушки и грады. Более того, им подвозят даже боеприпасы. Наша разведка спостерегала за споряжением градов для открытия огня. Не знаю, в каком напрямке, по каким позициям, но мы не расслабляемся, мы следуем за ситуацией и будем реагировать это, соответственно. Населенные пункты, расположенные на Бахмутской трассе, понемногу возвращаются к мирной жизни. В частности, в поселке Новотошковское появилось электричество. Сейчас идет ремонт труб, чтобы возобновить подачу воды. Но местных жителей по-прежнему немного. Остались в основном в поселке одни старики, и им всячески помогают волонтеры. Гречку, сахар давали, вермишели там мешок. Я ей поем, и с дочкой внук у нас поет. Вот недавно. 21 год. Погиб. Пошел. Че он пошел? Все, за водой. И погиб 21 год. От чего погиб? Снаряд попал? Снаряд, да. Ну вот, в прифронтовых городах люди нуждаются не только в продуктах, но и в стройматериалах. В первую очередь нужны окна, шифер и доски, чтобы хоть залатать дыры от снарядов, которыми бомбили людей и мирных жителей террористы. Алексей. Спасибо, Веня. Это была самая последняя информация из Луганской области от Вениамина Трубачева. Ну, вернее сказать, не совсем самая последняя. У меня есть еще оперативная новость из Луганской области. Аварийное отключение на теплоэлектростанции в городе Счастье из-за повреждений двух высоковольтных линий север области остался без электричества. Сколько времени займут восстановительные работы, пока не ясно. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Продолжаем говорить об оккупированных территориях. Мы связались по телефону с местными жителями Донецка и Луганска. Что видели и слышали? Давайте послушаем. Я сегодня случайно слышала разговор двух очень пожилых женщин. Одна другой. Все бы можно было терпеть. Но эти каши, ведь риса теперь и гречки нет. Есть перловка пшеничная. Не лезут. А ведь ни молока, ни жира не купишь. И сама подумала, самый страшный кризис будет для Донецка, когда прекратится гуманитарная помощь вообще. Город очень сильно страдает от экономической блокады. Продуктов все меньше и меньше. Все как бы в ожидании того, что будет дальше. В районе 19-20 марта из России где-то очередной гумко-двоид. Несмотря на то, что вы не приезжаете, но с консультацией как-то продовольственной ситуации в Луганске изменяется, наверное, сказать вряд ли можно, потому что цены продолжают дорожать, а работы как небо, так и нет. В Донецкой школах проходит неделя украинского языка и литературы. Все тихо. Дети делают газеты. Вчера было, сказать, такое небольшое шествие возложения цветов к памятнику имени Тараса Григорьевича Шевченко на центре города. И на нем присутствовали господа из ДНР. В разговорах было понятно, что вот смотрите, мы вашу культуру уважаем, но если вы ее нам будете навязывать, то мы можем ее убрать. Что грозит крымчанам, задержанным вчера в Симферополе за участие в митинге в честь 201-й годовщины со дня рождения Шевченко? Суд над ними начался сегодня. Подробнее Юлия Крючкова. Судебное заседание по делу организатора и двух участников мирной акции в годовщину со дня рождения Тараса Шевченко началось с опозданием более чем на час. Но в зал не пустили ни общественных активистов, ни журналистов. Причем прессе не разрешили присутствовать даже без звука и видеозаписывающего оборудования. Выйдите, пожалуйста, все на улицу. Это распоряжение председателя суда. Если у вас есть какие-то возражения, можете потом пожаловать. Не вопрос. Здесь же единомышленники подсудимых, они тоже были вчера на акции и недоумевают, за что задержали их соратников. Митинг прошел мирно под наблюдением силовиков в разрешенном властями месте и в строго назначенное время. За что все-таки их задержали и что им криминирует и чего бояться вообще людям, которые выходят на улицу либо вообще собираются на разрешенные собрания. Потому что мы не знаем, кого из нас могут и за что арестовать. Мне удивляет вот эта ненависть со стороны русских на Украину. Мне хочется поддержать людей, которые невинно пострадали, на мой взгляд. Судебное заседание длилось около часа. В результате его перенесли на среду 11 марта. Подсудимым Леониду Кузьмину, Вильдару Шукурджиеву и Александру Кравченко дали сутки ознакомиться с материалами дела. Организатору акции, напомню, инкриминирует нарушение правил проведения митинга остальным участникам демонстрацию запрещенной атрибутики. В деле наши фотографии. Есть в деле фотографии, где я стою с флажком, коллега стоит вот так вот одетый. И так надо понимать, что если я в этом деле с этим флажком, это и есть запрещенная атрибутика, запрещенная символика, которая не соответствует законодательству Российской Федерации. Штраф в 30 тысяч рублей исправительные работы или админарес на 10 дней. Какое наказание понесут крымские украинцы за празднование? Дня рождения Шевченко узнаем завтра. Мы следим за ситуацией. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер Крым. А японский МИД негодует по поводу визита экс-премьера Юкио Хатайямы в Крым. Он поехал туда несмотря на убедительные просьбы японского правительства отменить эту поездку. Но Хатайяма заявил, что хочет собственными глазами увидеть, как живут крымчане и что думают об аннексии России. Его визит продлится до четверга. Официальный Токио, напомню, не признает незаконного отторжения части украинской территории. Тарас Шевченко на азербайджанском, арабском, даже на малайзийском в личном переводе посла Малайзии в Украине. Посмотрите. Дипломаты из 17 стран сегодня читали стихи Кабзаря на родных им языках. В Киевском музее имени Шевченко произведения поэта не звучали разве что по-русски. Российского посла вообще не приглашали, сказали организаторы. На русском языке достаточно много поэзия Шевченко звучит, а мы решили сделать акцент на других языках, которые, может быть, на сегодняшний день наиболее интересны для той аудитории, которая здесь собралась. очередной наезд на российских оппозиционеров. напротив редакции «Эхо Москвы» разместили 10-метровый баннер с изображениями и цитатами Шендеровича, Быкова, Макаревича, Навального и Волкова. «Эти люди создают атмосферу нетерпимости», гласит надпись на плакате. Акцию устроила артплощадка главплакат.ру, активисты которой и ранее вывешивали баннеры с изображениями активистов, которые критикуют действия российского руководства. А сейчас о фейке, который появился в интернете. Якобы Арсен Аваков арестован и все это якобы прозвучало в эфире подробностей. Ролик датирован 26 декабря прошлого года, его уже почти 25 тысяч раз просмотрели. В главных ролях псевдосенсации неизвестная никому ведущая, якобы в нашей студии, министр внутренних дел и бойцы батальона Айдар. Все представлено как отрывок из выпуска новостей с репортажем из зала суда. Но вот вместо министра, очевидно, использовали другого человека, озвучка героев тоже была подложена. Судопроизводство в Украине не ведется на русском языке, Айдар на шевронах и на спинах псевдобойцов. Правда, иногда надписи выходят за границы бронежилетов. Это сложная графическая работа, далеко не одного дня, иногда даже нескольких недель. Вот кто создал ролик, пока не ясно. В профайле человека, который его разместил, есть только одно это видео. Как поступить с Оксаной Царевич? Все еще решают в Виннице. Целый день пытаются избрать меру пресечения судьи Печерского райсуда. Почему так долго и какие аргументы у обеих сторон? Подробнее Ольга Рыцарь. Судья Печерского райсуда Оксана Царевич вела в зал заседания в окружении четырех адвокатов. Сегодня на скамье подсудимых она без своего коллеги Виктора Китюка, которого тоже обвиняют в вынесении неправомерных решений против автомайдановцев. Заседание по нему будет завтра. Сама Царевич уже в четвертый раз после очередного отхода оправдывается, почему целый месяц не выходила из совещательной комнаты и из-за чего следователи не могли вручить ей подозрения, а значит и вызвать на допрос. И снова посыпались ходатай. Во-первых, делом защита потребовала выдворить издало суда следователя и вызвать его в качестве свидетеля. Мол, документы обвиненности Царевич поддельные просили проверить все подписи. Если ее обвиняют, что она приняла решение по неподписанному рапорту в административной справе, но сейчас в криминальной справе есть неподписанный процессуальный документ. Просто проходить затягивание процесса. Безусловно я відповідно начинал досудовое расследование данного криминального проведения с самого начала. То есть я володяю максимально полными данными щодо кожного этапа с расследованием. Царевич считает подозрение необоснованным и абсурдным. Мол, личных интересов в своих решениях не преследовало. Демонстрирует декларацию о доходах. Там только голая зарплата и служебная квартира. Уверяет, ездит только на метро и такси. Да и участница автомайдана, потерпевшая София Атлантова. Решение Царевич забрать у нее права не обжаловала. И вообще, кто такие участники автомайдана и что тогда происходило в стране, Царевич не интересовало. Оксана Царевич обещает никуда не убегать и свидетелям не угрожать. Тем более, с сегодняшнего дня она не судья. Ее, как и Виктора Кицюка, еще одного судя Печерского райсуда Сергея Вовка, высшая квалификационная комиссия судья отстранила от должностей на два месяца. После бесконечных перерывов и подробного изучения всех протоколов заседание по избранию меры пресечения Царевич продолжается. Ольга Рыцарь, Андрей Кузнецов, подробности, телеканал Интер. Очередной скандал с инспекторами с большой дороги. Ривненские гаишники, не покладая рук, доказывают необходимость срочной реформы в ГАИ. На днях бравые инспекторы довели до истерики как всегда остановили в центре под знакомым где проезд разрешен общественному транспорту и тем, кого ГАИ замечать не хочет. Водитель возмутился и уехал. Догнали, стали разбираться. Вот двое инспекторов лезут в машину, маленькая дочь водителя истошно кричит. Но гаишников это не останавливает. Чего пытались добиться инспекторы неизвестно, водителя все же отпустили после того, как свидетели вызвали милицию. По нашей информации на место приехал даже сам начальник областного ГАИ, пообещал разобраться с подчиненными. А позже в ГАИ сообщили. Водитель заявил, никаких претензий не имеет. Но видео попало в сеть и разразился скандал. Юристы говорят, не открывать машину, не пытаться вытащить из нее водителя, не отбирать документы. Гаишники не имели права. Вони порушили и внутренние инструкции, и загальнюю норму чинного законодавства. Вони перевищили свои службы и повноважения. Вдерлися в приватную властность. Своими некомпетентными абсолютно диями они довели дитину до истерики. На управлении ГАИ начали служебную проверку только через два дня после того, как видео облетело местные сайты. За попереднюю информацию в воде автомобиля «Фольксваген» порушил вимоги правила дорожного руху, в частности, вимоги дорожного знака. Наверное, если они переследовали порушника, который не остановился на их вимогу, они обязаны заблокировать автомобиль. И когда порушник не выходит, они обязаны выкликать 102. Такие проверки и расследования в ГАИ нам хорошо известны, мы уже не раз делали об этом сюжеты. Вот этих ривненских гаишников наказали выговором за то, что при них их же знакомый ударил и обматерил активиста. А начальник городской ГАИ, припарковавшись по знаком «остановка запрещена», заплатил 300 гривен штрафа только после нашего сюжета. Мало того, требуя соблюдения правил от водителей, инспекторы сами их нарушают. Вот так, включая безнадобности мигалки, гаишники едут на красный, а вот так нарушают сразу три правила на перекрестке. Ждем результатов проверки. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», «Ривная». Чему посвящен яркий флешмоб во Львове? Кому достанутся гектары охотничьих угодий в Сухолучье после Януковича? И что грозит военному в именицкой области, который перепутал казенное со своим. Об этом чуть позже, во второй части подробностей. Реалити-шоу закончилось так и не начавшись, закончилось трагически. В Аргентине, именно там планировали съемки шоу французы, столкнулись два вертолета с участниками на борту. Это черный день для французского спорта. Кто погиб, подробнее Татьяна Лагунова. Клубы черного дыма и горящие обломки вертолетов. Это первая фотография с места трагедии в аргентинской провинции Лариоха. Вертолеты, на борту которых находились два аргентинских пилота и восемь граждан Франции. Телевизионщики и участники популярного реалити-шоу столкнулись в воздухе. Не выжил никто. Мы находились где-то в 50 метрах и увидели, как вертолеты загорелись. Был огонь, мы не видели ничего, кроме огня. Среди погибших звезды французского и мирового спорта пловчиха Камиль Мюфа на Олимпиаде в Лондоне она завоевала для Франции сразу три медали золота, серебро и бронзу. Боксер Алексис Вастин бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине. И невеста Атлантики Флоранс Арто одна из самых известных яхтсменок в мире. Сегодня мои мысли с теми спортсменами, которые прославили свою страну. Они погибли, потому что они снова хотели еще раз раздвинуть границы. Все они летели на съемки экстремального реалити-шоу сброшенное для одного из частных французских каналов. По сценарию участников должны были на вертолетах отвезти в далекие от цивилизации районы и оставить там, дав только воду. Герои программы должны были выжить, найдя кровь и добыв еду. Вот их последнее селфи, сделанное перед вылетом. Мы все шокированы тем, что случилось с атлетами, которые много сделали для Франции, чтобы представлять нас. Это ужасная трагическая новость. Я не знаю, была ли проблема с двигателем. Мне кажется, что, к сожалению, это судьба. Расследовать причины авиакатастрофы будет специальная комиссия. В нее войдут как аргентинские, так и французские эксперты. Пока известно одно в момент авиакатастрофы. Погодные условия были хорошими. Татьяна Лугунова, подробности, телеканал Интер. Французских друзей Путина подозревают в мошенничестве. Причем на круглую сумму. Кто обманывает финансовое евроведомство? Подробнее София Гордиенко. Место помощника европарламентария это работа на полную занятость. Пост престижный, весьма доходный. В месяц на содержание того, кто словом и делом трудится на благо евроституции, выделяют больше 10 тысяч евро. Оказалось, 20 советчиков, депутатов одной из самых одиозных партий Французского национального фронта плату получали аккуратно, а вот в усердном труде замечены не были. Сам глава европейского парламента скрупулезный немец Мартин Шульц возмутился. Речь идет об ассистентах, которые аккредитованы в Брюсселе, но фигурируют как сотрудники национального фронта в разных департаментах Франции, в том числе в Центральном бюро. Нельзя получать зарплату в Европарламенте, а работать в другом месте на партию. Но национальный фронт увидел в обвинениях интриги и заговор. Да, месье Шульц, он просто политический солдат, который борется с национальным фронтом всеми возможными методами. Это их цель бросить на нас тень. Между евроинституциями и национальным фронтом давняя война. Марин Липен не раз обещала в случае победы на президентских выборах объявить референдум по выходу Франции из ЕС. Впрочем, европейское бюро по борьбе с мошенничеством любые политические лозунги не пугают. Если совместительство удастся доказать, партии Марин Липен придется возместить 7,5 миллионов евро. Именно столько было потрачено на 20 помощников и советчиков европарламентариев за 9 месяцев их работы. Сумма немалая, впрочем, у этой статной блондинки есть политический поклонник, одного слова которого достаточно для того, чтобы российский банк снова выдал ей кредит. У мадам Липен и комрада Путина давняя взаимная симпатия. И если он сужает ее средствами на предвыборную кампанию, то вполне может подсобить и с выплатой штрафа. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. А в итальянском парламенте создана межфракционная группа под названием «Друзья Путина». Основал ее депутат от Лиги Севера Гримольди. В последнее время Лига укрепляет связи с национальным фронтом Марин Липен. Те, кто вошел в новую группу в парламенте, говорят, что желают выйти из тупика, вызванного ужесточением позиции ЕС в отношении Москвы. Военные палатки, формы, буржуйки, да вообще много чего другого необходимого армии понадобилось военному чину Хмельницкой области. Что нашли во время обыска? Где сейчас этот ненасытный капитан? И что ему грозит? Расскажет Ольга Паламарюк. В хозяйство начальника вежслужбы военной части в городке Шепетовка милиционеры решили проверить после оперативного наблюдения. Подозревали военного в хранении оружия, а наткнулись на целый склад снаряжения. Армейские палатки, лопаты, маскировочные сетки, буржуйки, бензин в канистрах, все это подлежало отправке на фронт, а оказалось у капитана дома. Тащил все, не брезговал даже пружинами для солдатских кроватей. Было выявлено значную часть речевого майна, яке было військовой, что даже с его ознак и с первой подлежи майна и військовой. Добро с подворья вывозить пришлось Уралами. Снаряжением был полностью забит гараж, ангар и подвал дома, рассказывают соседи военного. Но пока общается с журналистами на условиях анонимности. Палатки были, и все, палатка все полностью, и утеплитель, и отбеливатель, и все, формы были, ну все, формы российские. На гури, там гаражи, на гаражи, на гури, и все, все скидали. Представьте, Урал, целый Урал. О бывшем начальнике вежслужбы известно немного. Андрею Колеснику 37 лет. Откуда у капитана такое количество провизий и снаряжения, его коллеги лишь догадываются. Но осуждать не спешат. Я не знаю, где мы могли это майно взять. Ну, если так, по-люзски, то и в магазинах бывают часто некоторые вещи. В то, что все добро было нажито непосильным трудом, гури капитана солдаты не верят. Киборг Андрей только вернулся домой с фронта на реабилитацию. На востоке воевал долгих пять месяцев. В старой форме и давно изношенных берцах. Говорит, краденая амуниция могла бы спасти не одну солдатскую жизнь. Пообщаться с ненасытым капитаном нам не удалось. Сейчас он лечится в одной из столичных больниц. После обыска стал жаловаться на плохое самочувствие и оформил больничный. Тем временем военной прокуратуре ждать не стали. Уже открыли уголовное производство. Если следствие докажет вину Андрея Колесника, захищение ему грозит до семи лет тюрьмой. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Хмельницкая область. Бывший владелец в бегах, земли возвращают государству, а охотничий домик Януковича надежно скрыт за двойными коваными воротами. Как живет охотничий урочище Сухолучье сейчас и что его ждет в ближайшем На днях апелляционный суд Киевской области вернул почти 9 гектаров охотничьих угодий в Сухолучье в собственность государства. Лет 5 назад эти земли по хитрой схеме были приватизированы. Сначала им изменили целевое назначение, затем выделили неким 12 частным лицам, которые, снова изменив их целевое назначение, отдали их под новую резиденцию тогда еще президента Януковича. Этот объект имел кодовое название Акация. Естественно, что во время Януковича на эти нарушения закрывали глаза. Но сейчас прокуратура через суд доказала, что земля выделялась незаконно и теперь Сухолучье снова принадлежит государству. Мы съездили в Сухолучье. В самом селе народу мало, а за большими воротами бывшей президентской охотничьей водчины и вовсе никого. Попасть на территорию, конечно, можно, правда, к самому объекту Акация, так как это было в первые дни после бегства Януковича. Уже не подойдешь, не рассмотришь тиры, бассейны, бани. Домик надежно скрыт от глаз за двойными воротами, которые закрыты. Не видно хатынку Януковича из воды. Что же теперь с ней будет, пока не знают даже в прокуратуре, ведь на момент незаконного выделения земли домика-то на ней не было. Пока же Сухолучье живет, как и прежде. Кормушки и соломки для косуль наполнены, дороги идеальны и никаких посторонних вокруг. Даже охрана периметра осталась. Правда, теперь это не президентская госохрана, а бойцы батальона Киев-2. У них здесь тренировочная база. Максим Кошелев, Вячеслав Фролов, Сергей Ероменко. Подробности телеканал Интер. Новая Раде сегодня 100 дней. За это время парламент успел и бюджет принять за ночь. Здесь устраивали депутатский ринг, параллельно голосовали. Большинство законопроектов касались нацобороны. Первые итоги подводил Владимир Гройсман. Говорит, законопроектов много, но не всегда количество качественное. А вот кадровые чистки в коалиционном правительстве и замена министров пока не в повестке дня. Главная же задача коалиции не рассориться. в коалиции не все так очень добре. С точки зрения не все просто, я бы сказал. Но то, что коалиция сегодня дает абсолютно хорошие сигналы что она живая, что большинство коалиции способна принимать ответственные решения, даже если они непопулярными, это тоже достаточно позитивные сигналы. Что касается параллельно уряду, у меня нет журной информации что переформатывания уряду с призвищем и без призвищем опытиликости. Но все ли внутри коалиции так уж мирно? Радикальная партия собирается на неочередной съезд в это воскресенье. Нардеп Игорь Масийчук уверяет, среди вопросов и дальнейшее участие партии в коалиции. Ну и вот что думают о первых 100 днях новой рады политологи. Решение что голосования за эти проекты сейчас ухваливается парламент. Потому что решения по голосованию ухваливались позав парламентом, а до парламенту приходили только дирижеры. Вот сейчас парламент стал реальным действием органом, где ухваливается решение. Иншая вещь, что качество этих решений еще не такой, как бы нам хотела, потому что в парламенте очень много популизма, очень много гри на публіку без реальної законодавчої работы. Ця коаліція не стала такой працездатной, как прогнозировалася. В коаліції серьезные сопричности есть уже взаимные звоночные, есть уже революционные демарши, плюс до всего парламент освятил целый ряд непопулярных заходов, непопулярных мер, которые в принципе иниціював Народний фронт, политика наступу на социальні интереси громадян, политика скорочення социальних витрат. Посевная на носу, а денег нет, компенсации по кредитам от правительства тоже. Еще и зерно, бензин, удобрения в цене выросли. Как это все отразится на будущем урожае? Подробнее Елена Митясова. У Бориса Юреску большое фермерское хозяйство в Одесской области. Выращивают и продают на экспорт пшеницу и очмень и рафс. Главное, от чего зависят и на что не могут повлиять эта погода. А прошлой осенью было мало осадков, в феврале морозы, но в целом, говорит фермер, прогнозы хорошие. По влаге до сегодняшнего дня, по началу вегетации для этого года сама зима была благоприятна. Падение гривни, говорит Борис, почувствовал, но ударило не сильно. Зерно-то экспортируется. Она все-таки привязана к валюте. Поэтому я бы не сказал бы, что большой разрыв получился от продукции, которую мы вырастили, к тому материалу, который стричь и закупается. Но тем аграриям, которые не закупили сырье летом, нынче не сладко. Если продал летом и закупил удобрение летом, проблем меньше. Если летом продал и на удобрение не хватило денег, а сегодня бегать искать денег, проблема будет большая. А удобрение в этом году в прямом смысле роскошь, говорят эксперты. У нас три года практически, при том, что инфляция была в 14-17% в год, у нас удобрения практически не дорожали. Максимум 3,600 за последние три года. то сейчас селитра 11-800 доходит, дошло до 13 тысяч буквально в среду мы отметили на своем мониторинге 13 тысяч гривен как топовую ценность. Из четырех азотных предприятий сейчас работает только два в Риме и Черкассах. Заводы в Горловке и Северодонецке за постоянных обстрелов стоят. Мы уже начали работать по Северодонецку, отрабатывая ситуацию, как запустить его. Надеюсь, что в ближайшие недели мы начнем заниматься Горловкой. Но, к сожалению, есть куча проблем таких, которые от нас не зависят. Первый случай это электроэнергия. Вы знаете, что наши предприятия должны иметь два ухода, два ухода, потому что это должно быть очень безопасно. Не должно быть просадок электроэнергии. К сожалению, сегодня на востоке Украины ни в Северодонецке, ни в Горловке это невозможно сделать. На рынке уже дефицит удобрений. Трейдерские склады пустые, а заводы, у которых есть запасы, говорят эксперты, стараются продать товар подороже. На цене спекулируют, накручивают до 20%. С производством тоже проблемы. Сырье, которое покупалось за границей, сейчас, по сути, недоступное за доллара. Банки не продают предприятиям валюту. В Украину просто не заходят необходимые объемы нитромофоски. Это комплексное удобрение. Необходимые объемы импортных сульфатов, сульфата аммония, касса. То есть это удобрения, которые, в принципе, в Украине производятся, частично, но в большей степени импортировались. Фермерам ничего не остается, как экономить. Эксперты уже подсчитали, в этом году потребление селитры сократится на треть. От этого напрямую пострадает качество урожая. И будет ли тогда украинская продукция конкурентна и востребована за границей? Елена Митясова, Андрей Анастасов, Александр Данилов и Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Кому нужен церковный скандал? На днях некоторые СМИ обвинили Украинскую Православную Церковь в сдаче крымских епархий России вместе со всем имуществом и храмами. В УПЦ это назвали ложью и готовят документы в суд. Подробности в нашем материале. После аннексии Крыма на оккупированной территории оказались три епархии Украинской Православной Церкви. Новые власти поставили условия. Все предприятия и организации, как светские, так и религиозные, должны перерегистрироваться по российским законам. Иначе запрет на деятельность. Сегодня все религиозные организации, которые находятся на полуострове, это и мусульмане, и иудеи, это и католики, и греко-католики, и представители Киевского патриархата, все подали документы для перерегистрации согласно тем нормам, которые на сегодняшний день на полуострове действуют. В июне и декабре прошлого года Синод был вынужден внести изменения в уставы двух крымских епархий. За это УПЦ обвинили чуть ли не в государственной измене. Примечательно, что к другим религиозным организациям таких претензий нет. В информационном центре УПЦ заверяют, никакого имущества российской церкви не передавали и, как и раньше, подчиняются митрополиту киевскому, а не московскому. Статуты перерегистрировали, им присвоили другие идентификационные коды, возможно, там произошло изменение в плане местонахождения религиозной общины или религиозной организации. Но те вопросы, о которых поднимаются, о которых говорится, что как будто бы там передали имущество или там взяли, переподчинили епархии, этого не было. На сегодняшний день Крымская епархия является едва ли не единственным примером административного подчинения Крымского полуострова материковой Украине. Духовное администрирование, кадровые вопросы, имущественные вопросы решаются исключительно священным синодом Украинской православной церкви по благословению блаженнейшего митрополита Киевского. Это внутренняя церковная борьба, а именно это партия меньшинства, которая проговорила выборы в лету этого года. И это тогда было девять епископов. А второе это то, что Украинская православная церковь Киевского патриархата имеет надежду на дискредитацию Украинской православной церкви Московского патриархата перетягнуть на свою сторону верных. В Украинской православной церкви нам заявили, готовы в суде требовать опровержения неправдивой информации. Валентина Левицкая, Вадим Ревун, подробности телеканал Интер. Кому не понравилось надкусанное яблоко, чем удивили ученых таракана и собаки, танец живота в мужском исполнении и громкая отставка министра юстиции Нидерландов. Все это в нашем обзоре. Сделка 14-летней давности стоила должности министру юстиции Нидерландов. Иво Абстелтен оставил свой пост после скандала вокруг договоренности между прокуратурой и известным наркодилером. Министр тогда не сообщил парламенту информацию об этом деле. Прокуратура Амстердама и наркодилер договорились о переводе на счета в Люксембурге без малого 2,5 миллионов евро. Сделку осуществили безведомо Министерство финансов и фактически она представляла собой отмывание денег. Рак щитовидной железы по запаху американские ученые из университета Арканзаса провели ряд успешных экспериментов с немецкой овчаркой. Пса научили выявлять онкозаболевание щитовидки по запаху на землю при контакте со следами тиреоидной карциномы. Ученые считают результаты могут привести к созданию новых методов диагностики рака в частности электронного анализатора запахов. Тараканы с характером одни смелые другие поскромнее. Ученые три месяца проводили опыты над несколькими сотнями насекомых. Крошечные чипы были присоединены к спинам тараканов что позволяло следить за их поведением. Их запускали на арену муляж с укрытиями и эти выносливые насекомые вели себя по-разному. Одни сразу находили укрытие другие сначала исследовали местность. Зену снова в моде. Мужской танец живота становится опять популярным в Стамбуле. Когда-то танцоры мужчины считались главными звездами дворов султанов. На волне возрождения культуры османской эпохи которую можно наблюдать на турецком телевидении в моде и в политике мужской танец живота теперь все чаще исполняют в клубах на свадьбах и на частных вечеринках. Не понравилось надкусанное яблоко. Рекламная компания сайта знакомств для замужних женщин вызвала бурю недовольства во Франции. Постеры с таким изображением появились на остановках общественного транспорта. Возмущаются и в соцсетях. Супружеская неверность аморальна, а тут еще и реклама сайта. Постеры убрали, но число подписчиков сайта знакомств не уменьшилось. Его пресс-секретарь утверждает, француженки на протяжении столетий страдали от унижений со стороны неверных мужчин, поэтому имеют право ходить налево. Флэшмоб во Львове в честь 150-летия со дня первого исполнения гимна Украины. В центре города на ратуше повесили большой плакат со словами гимна, а на площади перед ней в основном школьники и студенты выстроились в виде трезуба. Исполняя гимн, молодые люди подняли плакаты с нотами над головой, таким образом создав графическую надпись музыки Михаила Вербицкого. Рядом со студентами пели и курсанты-милиционеры. После все вместе развернули большой флаг Украины. Это все о сегодняшнем дне. Спасибо, что были с нами. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова